Добрый день, Жанныф. Рад видеть в Гомеле. Добрый день, Саша. Рад быть снова в Гомеле. В мире продолжается глобальная стратегия по искоренению безгражданства. Какая позиция в этом плане у Беларуси? Компания по искоренению безгражданства продолжается, и она начала свою реализацию в 2014 году. Она проходит под слоганом «I belong» или «Я принадлежу», или «Я живу». Глобальная цель этой компании – это искоренение безгражданства. Но есть и три основных направления. Первое – это сокращение количества лиц безгражданства. Второе – предотвращение возникновения новых случаев безгражданства. И третье – это оказание помощи правительствам по работе в сфере безгражданства. Казалось бы, откуда в современном обществе такие проблемы? Но факт остается фактом – около 10 миллионов человек во всем мире не имеют паспортов. Что говорит статистика региональная, я про Гомельскую область, и внутристрановая, я про Беларусь? Вы абсолютно правы, проблема безгражданства актуальна и существенна, и требует разрешения. Как вы правильно заметили, порядка 10 миллионов людей в настоящий момент являются лицами безгражданства. Это феномен касается и Беларуси, и стран региона СНГ, если так можно сказать. Оценочно более 200 тысяч лиц безгражданства проживают на территории государства СНГ. Наибольшее количество из них находится в России. В Украине также есть большое количество лиц безгражданства в Узбекистане. Есть они и в Республике Беларусь. Основная причина, почему они возникли как отдельная категория – это развал Советского Союза. По сути говоря, это те люди, которые были, если так можно выразиться, пойманы распадом Советского Союза и не смогли приобрести гражданство того или иного государства. В результате они стали лицами безгражданства. Другими словами, наиболее уязвимая группа – это те, кто до сих пор имеет паспорт Советского Союза, национальное меньшинство, люди без определенного места жительства и те, кто унаследовал статус безгражданства. И да, и нет. Если мы говорим о бездомных, либо без определенного места жительства, то на практике у них также может быть гражданство, просто они бездомные или им негде жить. Как я уже вкратце упоминал, основная причина возникновения безгражданства в Беларуси – это развал Советского Союза. Разрешите мне предоставить практический пример. Предположим, у нас есть выходец из Узбекистана, который в конце 80-х годов приехал на территорию Беларуси. Он работал или учился здесь, произошел развал Советского Союза, и человек этот не вернулся обратно в Узбекистан для того, чтобы заполнить необходимые документы и податься и поучить в итоге гражданство Узбекистана. В то же самое время он продолжает жить в Беларуси, не подается на приобретение белорусского гражданства, поскольку считает, что он до сих пор принадлежит, у него есть связь с Узбекистаном, либо просто не хочет этого. И в итоге он не приобретает ни одного гражданства, ни другого гражданства и становится на практике лицом без гражданства с точки зрения его статуса. Это также могут быть такие ситуации, когда люди, к примеру, живут незаконно на территории Беларуси, у них рождается ребенок, и в силу того, что у них отсутствует законный, урегулированный статус на территории Беларуси, они не смогут, соответственно, зарегистрировать должным образом своего ребенка, и поэтому в этой ситуации может возникнуть так, что этот ребенок также станет лицом без гражданства. И здесь важно отметить, люди, которые не имеют гражданства, не имеют паспортов, а значит, не имеют возможности рассчитывать на значительную часть социально-экономических прав и гарантии. Вы правы в том, что у лиц без гражданства действительно отсутствуют паспорта, так как, например, есть паспорт у вас или есть паспорт у меня. Следует отметить, что у них есть документы, удостоверяющие их личности. В этом случае это виды на жительство лиц без гражданства. Мы при поддержке Министерства внутренних дел проводили опрос лиц без гражданства по всей Беларуси. В итоге получилось, что порядка 90-95% лиц без гражданства как раз-таки имеют виды на жительство. Другой момент, что у лиц без гражданства возникают трудности с поездками за рубеж. То есть речь больше об удобстве, нежели о проблеме, которая действительно гиперважна для любого государства. Да, можно говорить и об удобстве, но все же я бы сделал акцент и на некоторых других проблемах, с которыми сталкиваются лица без гражданства. В частности, если ты не являешься гражданином, то человек не может принимать участие во все государственных выборах. Также следует учитывать и тот факт, что некоторая работа доступна лишь только для граждан. Соответственно, являясь лицом без гражданства, человек не сможет заниматься определенной трудовой деятельностью, например, поступить в госслужбы. Теперь становится понятна актуальность темы. Какого количества людей в Гомельской области касается эта проблема? И как оцениваете вы опыт всех заинтересованных служб в Гомельской области по решению проблемы? Что касается количества лиц без гражданства в Гомельской области, то их порядка 1 тысячи человек. Я, возможно, не упоминал ранее, всего по республике насчитывается около 6300 лиц без гражданства. Если говорить о взаимодействии и совместной работе в сфере без гражданства, то прежде всего хочется отметить, что мы тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел, основным государственным органом, который занимается вопросами без гражданства в Беларуси. Я уже упоминал и опрос лиц без гражданства, который мы осуществляли в конце 2017-го, начале 2018-го года. Благодаря этому мы смогли собрать значительную информацию от самих лиц без гражданства, а именно, какие проблемами они сталкиваются, какие у них видения будущего, есть ли у них вопросы с точки зрения получения гражданства и другое, все, что касается их повседневной жизни и каких-то стратегических решений для них самих. Помимо государственных органов мы также сотрудничаем с нашими неправительственными партнерами. Прежде всего, я отмечаю Белорусское общество Красного Креста. Почему упоминаю их? Потому что в 2020 году совместно с Министерством внутренних дел мы хотим реализовать проект, направленный на оказание помощи наиболее уязвимым лицам без гражданства. Было идентифицировано порядка 300 лиц без гражданства, которых есть основания для приобретения гражданства или же урегулирования их правого статуса, но у них не хватает ресурсов. В основном это касается денежных ресурсов для того, чтобы заплатить необходимые пошлины и обратиться. Эти лица уже идентифицированы, списки были предоставлены нам МВД, и платежи по оказанию помощи этим лицам будут проводиться как раз-таки при содействии Белорусского общества Красного Креста. Межведомственное взаимодействие, вижу, налажено достаточно хорошо. Дело за личным желанием каждого из этой тысячи жителей Гомельской области. Я думаю, что для подавляющего большинства лиц без гражданства важно принадлежать какой-то стране, то есть важно получить в конечном итоге гражданство. Тем более, если мы говорим о тех людях, которые проживают в Белоруссии очень долгое время, и в особенности о детях, которые были рождены здесь. Тем не менее, конечно же, хочется отметить, что есть и те лица без гражданства, которые говорят о своем нежелании приобрести гражданство в Белоруссии, но таких меньшинство. Поэтому да, в конечном итоге есть у людей желание стать гражданами Белоруссии, и я думаю, это желание мы должны поддерживать. Жан-Иф, спасибо за интересный разговор, успехов в делах, и до встречи в Гомеле. Спасибо большое за интересную конверсацию, и увидимся в следующем году в Гомеле.